Далее в выпуске новости с востока. Боевики впервые с начала года применили артиллерию. По сообщению штаба АТО, самой напряженной была обстановка на Донецком направлении. В Приазове украинские позиции противник обстрелял из гранатометов и 120-мм минометов. На подступах к Водяному били из артиллерийских систем калибра 122 мм. Однако, несмотря на обострение, праздничные калятки и щедровки не отменить. Вдоль линии фронта действует несколько групп волонтеров, которые дают возможность нашим солдатам хотя бы на время почувствовать атмосферу дома. На передовой под Попасной в Луганской области рождественские песни слушал и наш корреспондент Геннадий Вивденко. 26 студентов из Львова приехали на передовую поздравить бойцов, как положено, по всем канонам рождественского вертепа. Причем с вкраплениями в данный сценарий новых украинских реалий, особенно важных для украинских солдат сегодня. То добро, которое остается в теле, оно бы не могло существовать, если бы не они. То есть они как раз это первое добро, а мы за ними. И вместе это великое добро. Студентка и боец узнали, что они из одного района в Прикарпатии. Мы не знаем один одного, но все войсковые, которые служат на Сходе, они у меня родными и близкими. Для меня все украинцы близкие. Мы очень рады, потому что это додает святковости, хотя и ощущение какой-то сердца в душу, радости, что за нас вспоминают. Для студентов из Львова это второй вертеп за день. Уже успели побывать под вражеским огнем. Позади Мариуполь, Марьинка, Авдеевка. Сейчас под фронтовой попасной. Перед вертепом Капеллан говорит о самом наболевшем для воинов. Многие в тылу уже забыли, что на востоке родины война. Люди, которые живут за вашими спинами в центральной Украине, в северной, в северной, в северной, где нет войны, они часто не могут вас зрозуметь, когда вы приезжаете домой. И это для вас очень добрая оценка, потому что за вашими спинами есть мир, они не сплят в багнице, они не слышат разрывы снарядов, бомб. Христос рождается. По сценарию двое ангелов против трех чертенят. Так выглядит на взгляд группы украинское общество. Силы зла радуются коррупции, низким зарплатам и никудышним соцобеспечением людей. На этом фоне актер-солдат уходит на фронт. Суровые лица пехотинцев, недавно потерявших тут своих побратимов, добреют. В заброшенном, пробитом вражескими бомбами ангаре под Попасной минусовая температура. Солдаты, свободные от службы, снимают все представление на мобилке, а в нем добро в итоге побеждает. Я еще повернусь. Солдаты, свободные от службы, снимают все представления на мобилке. Есть время идти в солдаты, чтобы за правду воювать. Есть время в родной доме мир и спокойствие строить. Солдаты, свободные от службы, снимают все представления на мобилке. И родным нашим взаимодействием. Через несколько минут ребята соберутся и сядут в автобус. Их ждет еще несколько участков уже в северном направлении фронта. Это твертье будет длиться еще до 15 января. Геннадий Вивданко, Евгений Пахальчук, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Луганской области.